коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской если вы хотите стать профессиональным драматургом если вы хотите написать большую пьесу для большой пьесы для большой сцены в нашей сценарной мастерской то ссылка прямо у вас перед глазами проходите по ссылке подавайте заявку и займите место пока его не занял кто-то другой если вы меня смотрите в прямом эфире то напишите в чате что вы меня видите а также что вы меня слышите я чуть-чуть пораньше вышел в эфир на случай технических неполадоков для того чтобы проверить что все работает да все 12 часов полдень петропавловский на камчатских полги начинаем сегодня да вот обратите внимание кстати говоря как мы с вами работали сегодня пятница до пятый день нашего тренинга и мы предыдущие четыре дня мы с вами разминали сюжет пьесы да мы говорили о героя о сюжете о месте действия да и так далее так далее только к пятому уроку мы с вами подошли к диалогам и вот такое соотношение она примерно должно быть при работе над любым художественным текстом потому что очень часто люди да и мастера кстати говоря некоторые тоже которые обучают говорят да вот все чуть садимся садись и пиши чё тут чему тут учить на вот ничего подобного очень даже много чему надо учить для того чтобы действительно качественный текст написать и соответственно вот подготовка она должна занимать не меньше половины времени от работы над всем текстом до планирование текста должно занимать не меньше половины времени всего всей работы над текстом вот у нас сейчас идет курс по роману вчера было седьмое занятие дамы собственно текст романа начали писать на прошлой неделе на шестом занятии да то есть шесть занятий полтора месяца мы занимаемся только подготовкой планирование и соответственно когда мы уже выходим в путь до когда мы начинаем писать у нас вся подготовительная часть работы сделано соответственно мы нигде ну естественно все равно есть вероятность что мы можем где-то заблудиться или где-то упасть пропасть на вот но в целом гораздо выше вероятность того что вы нигде не застрянет вот так же есть окей хорошо значит надеюсь понятно да что сейчас мы с вами будем переходить к написанию собственно тела пьесы и мы его напишем за сутки ну кто ты там сегодня за вечер однако но пьесу написать это там три часа работы поэтому я думаю что тут ни у кого затруднений не вызовет а вот и кто-то с утра завтра напишет до 12 часов значит сегодня мы с вами будем говорить о диалоге что такое диалог на диалог когда у нас есть два персонажа и эти два персонажа друг с другом разговаривать казалось бы ну все очень просто еще вообще о чем тут говорить да вот стоят люди и разговаривать ну понятно что может быть еще полилог да то есть может быть больше участников диалога но в один и тот же момент времени то у нас всегда разговаривать только два человека да то есть у нас даже если много людей у нас да может конечно быть сценах которые все разговаривают одновременно воспринимать такой диалог такой полилог будет очень сложно да то есть даже если мы имеем дело с полилогом мы на самом деле в реальности имеем дело с чередой микро диалогов да то есть у нас один разговаривать с другим другой разговаривать с третьим 3 4 4 разговаривать с первым дату нас идет такое перебрасывание реплик да и даже если идет к той да естественно может быть реплика которая обращена ко всем сразу же да тоже такое может быть но отвечать на эту реплику все равно будет кто-то один либо хор голосов будет отвечать да то есть такой обобщенный обобщенный собеседники опять же будет сводиться к диалогу на вот ну давайте мы немножечко поковыряемся в этой теме до разбираемся что такое диалог опять же в мастерской мы гораздо глубже в это все погрузимся но сейчас нам по крайней мере надо хорошенько надкусить эту тему и понять что диалог это далеко не просто диалог да люди просто разговаривать и так с чего мы начинаем мы начинаем с цель и соответственно у каждого персонажа вот персонаж входит в диалог и у каждого персонажа в диалоге есть какая-то цель иногда эти цели совпадают и одного и у другого персонажа иногда эти цели могут не совпадать например один персонаж хочет чего-то одного другой персонаж хочет чего-то другого цель их довольно много да но основные я отобрал там 9 основных целей диалога которые закрывают опять же 99 процентов диалога диалога первых для чего диалог да обычно в начале в начале пьесы да какая цель диалога познакомиться да то есть цель персонажа с кем-то познакомиться лариосик приезжает к турбинам да какая у него цель познакомиться с этими людьми в первый сайт дальше начинается какой-то какой-то диалог с этой целью человек рассказывает что-то себе человек вы спрашивает что-то о текущей жизненной ситуации вполне себе для начала пьесы может быть сцена с такой целью почему потому что через нового персонажа да то есть вводя нового персонажа до старые персонажи которые знакомы друг другом они же не будут расспрашивать друг тебя как зовут иван да я тебя знаю 20 лет но ты мне еще раз скажи чем ты занимаешься случалось мне такие диалоги видеть да я уже это знаю но ты мне скажи еще раз да это такая информация для зрителя это будет всегда идиот если новый персонаж появляется естественно логично с ним познакомиться да и логично ему задать вопросы которые ответы на которые будет интересно узнать зрителя дальше следующая цель узнать что-то да то есть герой встречается с другим персонаж встречается с другим персонажем для того чтобы выяснить какую-то информацию и вот это узнать опять же она может быть и напрямую когда человек просто задают вопросы да но бывают скажем так бывают жизни ситуации когда напрямую не спросишь да гамлет не может просто прийти к кладби и сказать так дружище ты убил папашу моего нет он задает другие вопросы но его задача смотреть на то как ведет себя кладби да то есть как ведет себя убийца то чтобы он проявил себя от цель гамлета узнать что-то дальше сообщить что-то когда герой отправляется герой входит в сцену с целью что-то сообщить кому-то да помните первая сцена ревизора уважаемые господа я собрал вас для того чтобы сообщить пренеприятные известия к нам едет ревизор как ревизор какой ревизор зачем ревизор почему ревизор вот цель дать сообщить какую-то информацию дальше убедить что-то сделать да то есть один герой не хочет что-то сделать не хочет что-то делать не хочет дочь выходить замуж за богатого жениха а задача отца убедить дочку это сделать да как помните в хануме вы говорите что я зверь да но но я не зверь да потому что зверь я не помню как это мотивировал зверь плачет а я зверь не плачет а я плачу заставляя тебя сделать что-то изменить мнение собеседника то есть кто-то думает что-то по какому-то поводу и задача персонажа поговорить с этим персонажем и убедить его изменить мнение по какому-то вопросу например о каком-то человеке уж эксперт стать очень часто такие сцены хрониках особенно да вот кто-то думает что он вот это хочет делать да вот встретился поговорили мнение изменилось и человек перенаправлен в другую сторону начинает двигаться кстати вот это интересно это очень часто довольно распространенная драматургическая коллизия но при этом она не очень распространена в жизни жизни людей переубедить в чем-то очень-очень сложно редко бывает если вспомнить жизненные ситуации свои да когда вас когда кто-то убедил изменить какое-то мнение это происходит довольно редко дальше сохранить существующее положение да то есть есть какой-то статус-кво и задача человека задача персонажа сохранить какое-то существующие статус-кво например сейчас навскидку не не могу какой-то именно театральный пример привести но вот например дом драконов сериал там король умирающий который весь сериал весь первый сезон умирает до его задача сохранять существующие положения и он все время в каждом диалоге его задача чтобы не допустить каких-то изменений он все время бьется за то чтобы все оставалось так как есть ну естественно чаще всего это не получается либо вернуться к положению существовавшему ранее да то есть вот мы с тобой дружили сейчас меня оговорили мы с тобой поссорились давайте мы вернемся к тому как было раньше и снова будем друзья вполне почтельная цель диалога дальше сделать или принять какой-то подарок да естественно что этот подарок он может быть и голова на блюде может быть да и может быть какой-то подарок который на самом деле и император вызывает сенатора и дарит ему нож которым он должен отправиться домой и в горячей ванне вскрыть свои вены да тоже такой подарок да или наоборот принять подарок задать цель персонажа в диалоге принять какой-то подарок выработать общую позицию по какому-то вопросу например не знаю если идет как военное кино или производственное кино вот люди собираются вот нам надо решить какую мы выбираем стратегию научно летим ли мы на грозу с приборами или мы сидим и занимаемся вычислением математических форм и вот наша задача выработать некую общую позицию либо найти истину до либо прийти к какому-то комп компромиссом и наконец запугать то есть цель чтобы человек там не делал допустим что-то да под страхом какого-то наказания вот 9 основных целей персонажа в диалоге понятно ли это если понятно напишите понятно если есть вопросы то задайте какие-то вопросы и разумеется да мы понимаем что у нас поскольку два персонажа в диалоге у нас может быть у одного персонажа одна цель а у другого персонажа другая цель например у одного персонажа цель познакомиться а у другого персонажа цель запугать вполне такое может быть да например там не знаю идет знакомство жениха с родителями до его цель познакомиться на вот а цель родителей например запугать чтобы он там отказался от замужества и запугать так чтобы он по струнке ходил познакомиться узнать что-то сообщить что-то убедить что-то сделать изменить мнение собеседника сохранить существующее положение или вернуться к положению существовавшему ранее сделать или принять подарок выработать общую позицию по вопросу и запугать 9 есть все понятно идем дальше теперь что у нас происходит дальше да то есть вот у нас есть цель у персонажи в одного персонажа есть одна цель и другого персонажа есть кстати говоря если вы например не понимаете да то есть чувствуйте что диалог не идет и кстати говоря иногда очень талантливые авторы я не буду говорить кто но мне однажды попал в руки сценарий написанный по чужому по эпизоднику очень талантливым драматурм очень талантливым очень я его упоминал не буду говорить кто но человеком которого я очень искренне уважаю как драматург и вот он значит написал диалог по предложенному по эпизоде и это очень плохой диалог и мне говорят что вот нам непонятно что непонятно почему там очень дорогие ребята очень там дорогой диалогист написал нам диалог а он вообще не не туда не в красную армию что что с этим делать и там видно что и он опять будучи талантливым драматурным да он пытается через какие-то речевые характеристики да то есть через что-то он чувствует что что-то не то я природным своим драматургическим чутьем но не понимает что не то или может быть и понимает но связан по эпизод ником ему сказали вот должно быть четко так как в по эпизоднике а бывают случаи когда ну очень жесткий контроль производственный например у меня я одно время работал диалогистом в компании омеди тысячу лет назад еще динозавры по улицам ходили это там самое начало нулевых годов какой-нибудь прости господи там 2000 2005 год вот я работал диалогистом в штате компании омеди был такой был такой позорный факт моей биографии и нам давали по эпизодник и в этом по эпизоднике и я расписывал диалог и соответственно я не мог изменить ни слова в том как написан по эпизоде у меня например там девушка по эпизоднику рукой кулаком била там какого-то чувака имеет не понравилось просто визуально не понравилось я заменил написал что она сумка и у меня редактор сделал мне замечать что у вас же там написано рукой бьет откуда у вас тут сумка взялась ну понятно что визуально сумка лучше вот ну вот даже даже вот в таком и что в чем проблема проблема в том что нет конфликта да то есть нет направленности действия направленности диалога друг для друга вот люди разговаривают мучительно разговаривать им не надо разговаривать им не хочется разговаривать им не о чем разговаривать автор заставляет их разговаривать и вот как только вы их на друга направили да то есть вы для того чтобы направить нужно понять чего хотят персонажи да если они хотят у них есть конфликтующие направленная друг на друга цель тогда все отлично все сразу же работает если что-то не работает значит проблема с целями и нужно разобраться с целями нужно понять чего хочет каждый из персонажей дальше при этом что по построению да опять же казалось бы все просто люди сидят и разговаривают и постоят и разговаривать но на самом деле по самому строению диалога диалоги тоже бывают разные и давайте мы начнем с самой простой самой элементарной формы диалога это интервью что такое интервью интервью это когда один задает вопросы да и он только задает вопросы другой отвечая и он только отвечает и цель интервью один что-то знает цель другого узнать то что знает перед задать ему вопросы и по ответам узнать либо может быть еще такая такая цель интервью показать что его собеседник что-то думает по такому-то поводу наверное вам вы видели такой я очень не люблю я много взял интервью когда делал подкаст когда началась пандемия делал интервью каждый день иногда два интервью а несколько раз у меня было когда я брал 3 интервью в день то есть не был не были ну и во первых мне люди всегда интересно я надеюсь что я когда-нибудь еще вернусь к этой практике интервью но я не к и я глубоко достаточно изучал этот жанр и я очень не люблю когда задают вопрос такой чтобы ну проявить себе чтобы собеседник проявил себя каким-то образом да то есть задать вопрос точно знаю что этот собеседник ответить на этот вопрос таким-то таким-то образом и что они для того чтобы узнать что он выберет а чтобы условно вот я создает вопрос а вот что вы отвечаете я вот сейчас вот видите уважаемые зрители вот как он ответил спасибо я приму этот ваш ответ вот я этого очень не люблю да потому что это теряется сама суть интервью да то есть суть интервью когда человек проявлять интерес к собеседнику то есть когда вы заставляете собеседника что-то сказать это значит что вы уже знаете что он скажет да и вам неинтересно вы уже знаете что он скажет и вот теряет интересно теряется удержание внимания а вот а когда вы спрашиваете для того чтобы узнать зритель интуитивно подключается к вам если вам интересно то и зрители тоже становится интересным и уровень внимания сразу же резко возрастает дальше да и важно то что я обозначил этот вид диалога как интервью и это не обязательно не обязательно интервью для газеты подкаста для телевидения да то есть вы можете там не знаю с человеком познакомиться на остановке ваш персонаж может знакомиться с кем-то на остановке и начать брать интервью задавать вопросы какие-то о чем и это не будет интервью для газеты да но по функциям своим это будет интервью потому что вы задаете вопросы если к этому интервью это что такое но такой равноправный диалог которым если например я не хочу отвечать на ваши вопросы я могу сказать ну я не не буду отвечать на ваш вопрос то и не знаю вот если мы к этому добавляем давление да то есть берем интервью но при этом мы еще начинаем угрожать и кстати говоря газетное интервью иногда в них это происходит да когда человек начинает давить на собеседник до манипулировать и интервью превращается в допрос да то есть допрос это что такое это интервью плюс давление то есть задача не узнать информацию да а задача сломить человека до задача заставить его делать то что он не хочет даже если его он должен поделиться информацией какой-то да но он не хочет делиться его надо сломать для того чтобы он эту информацию дал соответственно добавляется какая-то какой-то тот или иной вид давления с угрозами с манипуляциями с шантажом с обманом и так далее так далее понятно что более более интересные драматургических больше возможностей дает и конечно это может быть не только в ситуации плена да опять же а условно говоря там родители знакомятся с женихом да я вот они могут ему вполне устроить допрос легко и это драматургически интересно дальше торг что такое торг это диалог с целью найти некий компромисс да то есть у одного собеседника есть какая-то одна позиция у другого собеседника есть какая-то другая позиция и вот обмениваясь какими-то аргументами да они стараются к чему-то прийти они не обязательно приходят к соглашению торг может закончиться и ничем да вообще вот любая любая любой конфликт да это проба сил да то есть в конфликте персонажи проверяют кто из них сильнее кто сильнее тот и победил да или допустим там кто-то сильнее но решает по какой-то причине решает уступить выяснили что сильнее вот это да но благородно решает отступить и компромисс это что такое ну один уступил в чем-то другой уступил в чем-то да или например один все а второй ни в чем отказывается уступить и в итоге там один идет на компромисс другой нет и все равно вынужден прийти к некоему соглашению вот это торг дальше спор цель спора переубедить друг друга в чем-то да то есть один думает что-то по одному поводу да одним образом думает по какому-то поводу другой думать другим соответственно в споре нужно друг друга переубедить спор близок к торгу да но в случае торга мы в случае торга добавляется компромисс добавляются какие-то уступки споре у нас речь идет не об уступках да то есть речь идет о том что если твой аргумент сильнее чем мой да то ты меня переубеждаешь да то есть идет задача переубедить они задача предложить что-то до что из-за чего человек готов уступить близко по смыслу да но по функциям отличается дальше дискуссия тоже близко ко всему этому да в дискуссии но здесь все зависит от цель а то есть люди приводят какие-то аргументы убеждая друг друга в чем-то и выслушивая друг друга но цель дискуссии в отличие от спора да то есть в торге цель найти компромисс а то есть прийти к некоему соглашению по какому-то поводу цель спора переубедить друг друга в чем-то цель дискуссии установление некой истины неизвестной в начале дискуссии себе участие то есть например у нас в детективе может быть дискуссия собрались подозреваемые собрались собрался детектив и детектив задает вопросы с целью установить какую-то истину которую он сейчас не знает а вот и люди высказывая какую-то информацию высказывая опять же какие-то аргументы высказывая какие-то мнения помогают ему прийти к некоему вы да вполне вполне такое может быть в парламенте может быть дискуссия где угодно в постели может быть дискуссия да то есть муж женой в постели могут устроить дискуссию по поводу как какой нибудь не знаком позы в сексе легко совершенно спокойно до воины может могут устроить дискуссию по поводу сражения как кто виноват в том что армия побежала да давайте устроим дискуссию до наша задача не обвинить кого-то то наша задача установить истину в этом случае так все нормально дальше планерка люди рассказывают о своих действиях и планируют будущие действия здесь тоже важно чтобы вы понимали до планерка она ассоциируется опять же или там воины планируют сражение будущее или там предприниматели планируют какой-нибудь там прости господи третий квартал на самом деле любые персонажи могут устраивать планер куда то есть два бомжа собираются залезть в заброшенную дачу и украсть там что-нибудь помидоры соленые они могут стоя перед огородом они могут устроить планер да то есть по смыслу по функциям это будет планер дальше обмен информации то есть люди один знает что туда другой знает что то вот они встречаются и обмениваются информации или один знать другой не знает а вот они встречаются один другом дают информацию и наконец ритуальное действие это действие в котором есть определенная программа по которой происходит диалог и то что происходит под верхним вот этим течением диалога да она не всегда соответствует внешнему течению диалога пример такого ритуального обмена репликами до пример ритуального диалога это шиток перед перед боем может быть вы видели если вы видели какие-то репортажи о боях перед боях без правил там встречаются два этих самых два противника они фотографируются злых позах таких да и и дальше они разговаривают я твою маму там шатал а я тебя убью кишки твои выпущу наружу да и вот начинают они друг друга оскорблять это ритуальное действие то есть это не обозначает что у одного были какие-то отношения с другой мамой да а у другой собирается выпустить кишки и намотать их на забор этого этого не означает более того это не означает что они вообще друг другу испытывают какие-то чувства они при этом могут например друг друга глубоко уважать и даже преклоняться друг перед другом это кстати по тем же шитоком это видно да поручали друг на друга по это самое какое-то я не 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 во всех разбираюсь во все и никогда в жизни не смотрел их но прям вот я кусочек видят кто-то какой-то боец типа конор не конор какой-то вот они поручали поручали он после этого улыбается и там руку пожимает то есть ритуальный диалог закончен после этого мы можем там пойти пиво пиво попить а потом завтра встретимся и будем морду друг другу бить это тоже опять же будет ритуальное действие разговор со свахой при сватовстве ритуальное действие допрос по протоколу до ваше имя фамилия год рождения и так далее так далее то есть идет ритуальное действие до собеседники могут знать про своего то есть допрашивающим может знать вообще все про своего собеседника но он должен выполнить и по ритуал фамилия и имя отчества какой-то год рождения какой-то дата рождения такой-то образование вот такой скажите рожь помните в юности максима когда его задержали ему там задают вопрос рожь скажите кукуруза кукуруза и он там мерзким голосом до что там записали неправильный вот это ритуальные действия и это тоже драматургически очень хорошая штука да потому что она позволяет она объясняет почему да то есть не надо объяснять почему вдруг там персонаж называет себя по имени он идет четко по ритуалу собеседование то же самое там есть некие ритуальные вопросы вот люди задают ритуальные вопросы мы получаем ответы на эти ритуальные вопросы опять же нам не надо придумывать почему люди на это отвечают религиозный обряд какой-нибудь мистический какой-нибудь обряд то же самое да по обряду нужно задавать отвечать на вопросы тоже очень хорошая штука насколько это понятно виды диалога если понятно напишите понятно если есть вопросы задайте вопрос сейчас я быстренько еще раз повторю интервью допрос торг спор дискуссия планерка обмен информацией ритуальное действие вопросы да все понятно так посредством вопросов привести собеседника к определенному ума заключению является интервью по сути нет это скорее дискуссия это ближе к дискуссии я говорю что они вот все эти все эти как бы вся эта классификация да она очень условно почему потому что спор может легко перейти в торг да то есть у нас это все такая серая зона нет такого чтобы спор это вот так торг это вот так дискуссия это вот так да то есть у нас может начаться диалог с планерки перейти в спор потом завязаться дискуссия потом прийти к торгу все это вполне может быть просто если вы понимаете вот это функциональное наполнение да опять же это дает вам богатство вариантов действия то есть вы понимаете а я могу вот так сделать я могу вот так взять могу вот так то есть вы не просто пишите от балды да а вы у вас появляется осознанный выбор так обмен информации не умеет никакого эмоционального наполнения в отличие от других видов диалога так не обязательно то есть если например это какая-нибудь враги захватили город ну обмен информацией да но это может быть информация от которой там людей волосы волосы дыбом встают если какое-то определение невербального диалога да может быть диалог может быть и невербальный да то есть через действие но я этим не в данном контексте я не не занимаюсь да то есть я не включаю невербальный диалог но в целом да когда мы там я репликами сделал классификацию это мы этим не будем сейчас заниматься потому что действительно сложно и и тоже на самом деле не как бы она все время меняется все время нахожу какие-то новые виды реплик да какие-то старые там сливаются то есть у меня тоже так вот процессе исследования на настоящий момент я нашел там 26 видов реплик вот и там в числе прочего молчание да то есть молчание это тоже реплика это же диалог действие это тоже да то есть это тоже меня может быть ответом на что-то то или битом битом действия в диалоге то есть у меня спросили что-то да а я молчу это тоже действие это тоже ответ до меня спросили что-то я в ответ достаю пистолет и стреляют голову действие не слова при этом не говоря да это тоже тот самый тоже действие вот просто хочу сейчас написать без диалоговую пьесу да я писал пьесу без диалогов она была поставлена в в бонни у нас был такой проект гамм и вот в числе прочего я написал пьесу в которой нет диалога это работает работает неплохо на вот но очень сложно без диалога да то есть люди не привыкли это воспринимать и для них они это воспринимают как носить им это очень тяжело воспринимать это действием там было все наполнен там небольшая пьеса 5 минут я знаю есть есть пьесы там до часу продолжительностью без диалога у бекета есть пьесы без без диалога причем есть какая-то я не помню сейчас то название есть пьеса где одна героиня действует там конфликта нет она приходит домой с работы делает какие-то действия и потом в конце я не помню то ли травится то ли вешается что-то в этом роде но это не великая пьеса и не большую небольшой популярности то есть внимание невероятно сложно удержать внимание в этом случае если уместно что кто прокомментирует идеал классный вопрос вот просто замечательно прокомментирует что именно прокомментировать по поводу диалогов песочек офигенные диалоги замечательный по прекрасный в театре кукол пьесы без диалога обычные явления потому что там само появление куклы является аттракцион да и они опять же они очень короткие то есть это считанные минуты выдержать полуторачасовую пьесу без диалога это очень сложно аксан я не понимаю на самом деле вот ты приходишь на на мои тренинги на бесплатные да то есть приходишь для того чтобы вроде бы чему-то научиться да и почему-то ты приходишь все время начинаешь со мной спорить а зачем тогда ты ко мне приходишь чтобы поспорить со мной смысл и чтобы я тебя в чем-то переубедил или чтобы своим опытом поделиться ну если мне будет интересен твой опыт я тебя приглашу на интервью задам тебе какие-то вопросы здесь сейчас настоящее время твой опыт меня не интересует потому что здесь я делюсь своим опытом вот поэтому то что ты приводишь какие-то частные случаи да это принципа не меняет да ты хочешь написать без диалоговую пьесу да мы не будем сейчас этим заниматься без диалоговыми пьесами потому что мы будем писать диалоговыми пьесами диалоговые пьесы потому что 99 процентов и 9 в периоде пьес которые ставятся на театре диалоговую них есть диалог вот тогда на самом деле вот действительно ну я огромное количество пьес прочитал и типа там ну нормальных действительно интересных без диалоговых пьес это типа там 4 пьесы бекета которые не ставят никогда то есть просто вообще никогда поэтому вы ольга задайте конкретный вопрос что вы хотите знать по поводу диалогов ясах чехова мастерские диалоги блестяще написаны с очень четкими речевыми характеристиками с очень четким четкой направленностью до реплика из там понятно что кто почему каждая реплика сделано я делал такую штуку я брал я очень люблю три сестры вообще это самая крутая пьеса на мой взгляд в нашем театре и и это в то же время это самая страшная пьеса я брал роль барона тузенбаха и выделял все реплики барона то есть мне было интересно посмотреть как будет выглядеть если сделать моно пьесу тузенбах да то есть взять все его реплики из пес и собрать в один текст очень невероятно невероятное впечатление производит то есть это звучит как моно пьеса вот поэтому ну вот так вот надо писать чтобы можно было взять реплики одного персонажа вынуть из текста и она звучала как как единая цельная пьеса хорошо идем дальше значит с репликами на самом деле ситуация очень непростая мало кто как ни странно тоже вообще мало кто занимался диалогом есть книга маки о диалоге она очень плохая то есть он вообще даже даже близко не подошел к тому что надо писать о диалоге в одном месте прикоснулся к тому как пишется диалог резинштейн когда собрал собирал коллекцию различных риторических приемов по большому счету немножко об этом но буквально там две-три строчки есть у вольтенштейн а вот книгу я вам вначале рекомендовал драматургия вольтенштейн вот там немножко есть диалоги в целом как ни странно что больше никто этим не заниматься и вот как строится диалог да то есть он не строится как цельный текст он строится как череда таких кирпичиков в которых начинается такой кирпичик с некой инициирующие реплики да то есть диалог кто-то начинает на и потом второй собеседник как-то реагирует на эту инициирующую реплику да то есть например один персонаж задает вопрос второй персонаж отвечает на этот вопрос либо отказывается отвечать на этот вопрос либо еще что-то делать да то есть каким-то образом реагирует если это интервью то у нас эти кирпичики всегда начинаются с реплики одного персонажа да то есть один персонаж задает вопрос второй персонаж отвечает кирпичик закончен да один персонаж задает вопрос второй персонаж отвечает кирпичик закончен вот этот кирпичик он называется диалогическое или коммуникативное единство можно это равноправный те диалогическое единство или коммуникативное единство задали вопрос получили ответ но в реальном диалоге никогда не бывает так что инициирующие реплики делает только один персонаж хотя такое может быть да например там не знаю мама разговаривать со скромной дочкой да и вот мама задает вопросы дочка отвечает по сути интервью но чаще всего бывает тогда один персонаж задал вопрос второй персонаж как-то отреагировал на этот вопрос теперь дальше этот персонаж инициирует следующую реплику дает следующую 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 запускает следующие коммуникативное единство следующий кирпич и теперь уже этот персонаж отвечает да то есть и у нас реплика может быть допустим разрезано на две дней одна часть это ответ на вопрос а вторая часть это новый встречный вопрос до или какое-то сообщение которое является началом этого нового коммуникативного единства более того у нас вот это коммуникативное единство может быть разорвано посередине да то есть один задает вопрос да то есть инициирует реплику ответа не следует да то есть у нас коммуникативное единство остается незаконченным а вместо ответа человек дает встречную реплику как вопрос или сообщению да и у нас запускается новые коммуникативное единство то есть если идет одна инициирующая реплика и без ответной без реакции идет встречная инициирующая реплика она задает запускать новые коммуникативное единство если это достаточно сильная реплика то второй персонаж может перетянуть инициативу на себя и заставить в первого персонажа отвечать на свою реплику да и дальше уже вести свой диалог то есть такое состязание в котором ведет тот кто инициирует реплики да и ну естественно может быть и игра в поддавки да то есть персонаж может заставить собеседника делать только инициирующие реплики и сам только только реагирует и в итоге загнать своими реакциями своими ответами загнать человека в тупик тоже вполне вполне может быть такая сократовская стратегия и к этому еще тоже мы сейчас этим не будем заниматься да у нас есть еще движение персонажей есть там движение тела сложно отдельная сложная большая тема как персонажи взаимодействуют на уровне тела и мы тоже этим будем заниматься в мастерской тоже такая важная достаточно история то есть драматур должен еще и понимать как персонажи движутся естественно это не там не описание руку туда ногу сюда да а это на уровне всего тела движения и взаимодействие на уровне тела и когда вы понимаете как это происходит вы и диалог свой начинаете писать немножечко по-другому всего как я уже сказал я нашел 26 видов реплики сейчас я вам дам основные реплики какие есть инициирующие реплики и вот те инициирующие реплики которые я вам дам да они закрывают 99 процентов инициирующих лет это первое установление контакта да то есть здравствуйте привет как у вас дела у вас продается самый шкаф да то есть это вроде как вопрос да но на самом деле я задаю этот вопрос в качестве установления контакта да то есть я тыкаю персонажа палочкой чтобы понять вообще там движется или нет есть кто дома дальше вопрос когда собственно да я задаю вопрос для того чтобы узнать ответ то есть как дела да это установление контакта потому что мне пофиг как у вас дела ответ на вопрос how do you do how do you do да то есть это вопрос не подразумевающий ответ ну вопрос подразумевающий ответ это вопрос дальше просьба я прошу другого персонажа что-то сделать дальше сообщение я сообщаю какую-то информацию атака ты идиот да оскорбление какое-то да мы тебя расстреляем да то есть это атака угроза давление да то есть какое какая какой-то бы то ни было каком бы то ни было нападение на другого персонажа что может делать второй персонаж вот пять видов инициирующих реплик установление контакта вопрос просьба сообщения атака собеседник 2 что может сделать он может ответить да то есть ему задали с ним установили контакт да он может ответить на это установление контакта здравствуйте здравствуйте да и опять же в этом здравствуйте может быть здравствуйте да здоровенький булы до ответ или здравствуйте hello как например я один раз в такси сел в турции и ну привычка за за границей всегда с людьми как здорово ну hello чтобы люди понимали что ты там ехала или хай чтобы люди понимали что ты разговариваешь по-английски да и не принимать тебя за местного да и не начали меня очень часто почему-то за местного принимает особенно в испании не начали с тобой разговаривать на на своем языке одно сразу как-то да то есть это установление контакта с от сообщением информации некая себе да и человек мне пожилой таксист он на меня посмотрел внимательно сделал такую чуть заметную паузу и сказал салам алейкум я просто я покрасил по багровил то есть это он меня тем самым да у меня устыдил да то есть он не он естественно без особого наезда такого да то есть это инстинктивных такое было движение что типа ну чувак ты приехал в чужую страну здесь у нас здороваются вот так вот и я естественно себя очень неловко почувствовал да и там изменился сказал там все короче все нормально вот да то есть это мое hello было установление контакта да в его случае это была встречная атака да то есть вот что может быть ответ отказ от ответа пауза встречный вопрос встречное сообщение и контратака то есть у нас при этом естественно у нас мы можем на просьбу дать ответ либо на просьбу дать отказ от ответа да на просьбу на сообщение мы можем задать встречный вопрос какой-то да на атаку мы можем задать встречный вопрос то есть на любое из первых инициирующих реплик да то То есть у нас не так, что 5 вариантов инициирующих реплик, и каждому соответствует один из пяти вариантов ответных реплик. На самом деле любой из пяти вариантов ответных реплик может быть ответом на любую из инициирующих реплик. Ну или контратака. То есть я на установление контакта, как я вам показал, на установление контакта может быть контратака. На вопрос может быть контратака. На просьбу может быть контратака. какое-то там встречное оскорбление встречный вопрос может быть опять на любой из этих из этих к инициирующих реплик на понятно ли это если понятно напишите в чате что все понятно если есть вопросы то задайте вопросы так есть это классификация она отражает самое главное да что она отражает она отражает направленность реплики на собеседнике да то есть она трактует реплику как действий но при этом это инструмент который помогает запустить диалог и диалог должен быть выстроен по при по принципу поединка очень ну я очень люблю диалоги соркина и мне очень нравится как он строит диалог у него постоянно идет атака контратака и важно ну это не запрещено это можно делать но я советую избегать оценки что такое оценка это когда вы знаете как в футболе мяч прилетел и игрок его обрабатывает что называется да то есть он его поймал ногой два раза пнул туда-сюда да то есть он поменял направление движения мяча он поменял свое положение по отношению к мячу перешел развернулся да и после этого он бьет и мяч куда-то полетел да то есть он обработал мяч но и можно вместо этого до мяч летит и просто одним ударом поймал его и сразу же перенаправил туда куда надо да или мяч летит ко мне со стороны ворот я бью и мяч сразу же летит ворота и и вот это работает очень хорошо да то есть это повышает скорость и эффективность и напряженность диалога когда у вас идет удар сквозь удар как в свое время я боевыми извините за две метафоры подряд да когда занимался боевыми искусствами знаете да вот кунг-фу учат ушу традиционные да там вам бьют удар а вы ставите блок на удар да то есть вы рукой принимаете удар и защищаетесь от этого удара или как в айкидо пропускаете удар мимо себя да и помогаете еще рукой подтягиваете на себя противника чтобы он упал так вот в эффективным меня учили уличному бою поскольку там я жил в таких местах где где сложно выжить и в общем и занимался таким делом в котором тоже смертность была достаточно высокая занимался криминальной хроникой в 90-е годы и соответственно да мне требовалось требовался эффективный уличный бой в котором да не не просто я красивые кунг-фу показывал бы да а мгновенно обезвреживал собеседника так вот эффективный уличный бой там смотреть не на что да он длится долю секунды вот и когда в уличном бою у вас допустим уже летит кулак да там ты не принимаешь этот кулак в себя да как боксер и не ставишь блок как в кунг-фу и не уклоняешься как в этом самом в ниндзюцу в каком нибудь или в айкидо да там ты бьешь сквозь удар да если достаточно да то есть если правильно поставлен удар да вы легко пробиваете да то есть находите в чужом ударе там слабое место и просто там руку человеку ломаете и и пробиваете добиваете до него вот в диалоге это тоже работает да то есть когда девушка приходит домой и говорит я беременна да а он в ответ сквозь этот удар да то есть он не говорит не обрабатывает ее куда они там понятно ты беременна или о беременны чуть теперь с этим делать да то есть вот это идет обработка удара а он идет встречный удар да я тебя бросаю я тебя ухожу да я уезжаю я мне пришла повестка я ухожу на войну то например на или у меня есть друга вот это удар сквозь удар понятно что вы не можете это делать каждый каждый реплики в каждом диалоге да ну когда вы это используете хотя бы один раз за пьесу это очень круто смотреть дальше что касается подтекстом что такое подтекст да как у чехова жарище в этой в африке да про что это ну это не про африку да это про то что блин жизни кончено вот работайте с подтекстом то есть пусть ваши герои путают следы пусть они говорят не то что думаю да то есть это может быть какое-то там и прямое указание на событие да допустим когда соленый говорит как же так барону можно а мне нельзя да то есть он намекает на то что есть какие-то у барона есть какие-то отношения да не не допустим он не говорит этого прямо да но он намекает а это подтекст если очень часто кстати драматурги путают да то есть они начинают писать такой пустой не наполненный текст без подтекста да и люди сидят и болтают непонятно о чем там две-три страницы до подтекста нет и человек такой как же так вот я в духе чехова написал диалог тоже вот люди сидят ни о чем болтают до разбил часы это были часы мамы но мамы так мама да то есть ну о чем вот я тоже тоже такой же диалог написал меня сидят люди сорта чая обсуждают нет должен быть подтекст да то есть реплика должна быть про что-то да то есть когда люди про чай говорят это должно быть обязательно про что-то не про чай что касается речевых характеристик в целом до у героя в основных героев по крайней мере должна быть своя лексика должен быть свой особенный синтаксис должны быть слова паразиты да помните то и у акима во власти тьмы но с этим надо быть осторожным почему потому что тоже очень часто заносит молодых драматургов особенно особенно таких вот наших новодрамовских которые с документальным театром имеют дело начинается такой вот сплошной аттракцион народной речи да вот начинается так такая театральная публицистика когда даже театральная этнография когда люди начинают очень много использовать вот этих каких-то аттракционов речевых и получается ну как бы один раз показали аттракцион этот ну и и все и дальше не интересно коляда кстати говоря мастерские используют это и очень в меру да например у него и в его пьесах замечательно в одной песе и по-моему тутан хамону бои или землемер не помню боюсь ошибиться где героиня все время говорит собака 2 а вот присказка такая такой артикль такой неопределенный артикл но собака 2 классно но это использована типа там три раза за пьесу вот и раз и то есть у одной героини да значит все остальные вот этими словечками не говоря или даже в чужой пьесе есть самый борис годунов там прям замечательный читай молитву молчик и захочешь да не забудешь вот это молчик уральская конечно очень круто важно что речь не должна быть точно такой какова она в жизни да то есть копирование записывание диалога вам не поможет наш вербатим новодрамовский на самом деле не не в чистом виде вербате чаще всего лучшие пьесы вербатима они все равно пропущены через авторские видения и структурированные и чаще всего и самое интересное не записано со слов а придумано дописано автором почему потому что живая речь не структурирована а драматургическая речь должна быть структурирован но при этом она должна выглядеть живой да и диалог это некая единая мелодия то есть сложена из вот этих кирпичиков коммуникативных единств потому что каждый персонаж он с одной стороны говорит по своему например в свое время когда я читал в 90 расшифровки березовского да и там очень интересно как он с одним персонажем 1 1 лексика даст даренко одним образом разговаривает с торпищем другим образом с чиновниками третьим образом да то есть такое ощущение что просто разные люди да и даже сейчас посмотреть например журналист солодников он когда ютубовский самый интервью берет еще не поздно он с васильевым журналистом да с васей разговаривает одним образом там мат перемат там все это самое а с переводчиком голышевым он разговаривает совершенно другим образом там строй речи меняется лексика меняется вообще по-другому то есть мы подстраиваемся к собеседнику и персонажи тоже они должны друг другу соответствовать они тоже друг другу подстраиваются ритмические лексические интонационные подстраиваются теперь дальше соответственно вот давайте вот это то что я вам хотел рассказать по поводу диалога и понятно ли это то что я рассказал вам по поводу диалога если есть вопросы то готов готов отвечать на них не имел права говорить салям неверным она откуда он знает что я не верну хотя да я же сказал хай сказал hello ну я эти тонкости не понимаю вот мы сейчас были в баку мы там нормально совершенно с людьми здоровались салам алейкум и в мечеть ходили кстати и в мечеть и в синагогу так скажите упражнение для написания подтекста способ проверки на наличие качественного подтекста только пьесы писать стать пьесы и делать такие сцены в которых герой говорит одно а думает другое хочет другое все очень просто подтекст это не так сложно кстати говоря понятно открывается дорога в тысячу ли как вы относитесь к совету читать свой текст слух чтобы оценить естественные ли диалоги я рекомендую это делать но я рекомендовал бы делать немножко другую вещь во первых я рекомендую обязательно читать свой текст кому-то чтобы кто-то слушал вас ваш текст они просто сидеть в отдельном помещении я рекомендую давать почитать свой текст кому-то то есть даже можно не вслух читать то есть само сознание понимание того что кто-то читает ваш текст она помогает вам взглянуть на свой текст чужими глазами но естественно если есть возможность лучше слушать как кто-то другой кто-то другой ваш текст читает поэтому например в свое время я несколько лет ходил на любимовский читки и на читки премьер и мои пьесы там были на этих читках и и я и разборы делал там чужих читать я считаю что это невероятно полезно то есть я считаю что пару любимого драматург обязательно должен отсидеть вот и до то есть и чужие тексты чужие пьесы слушать это очень сильно очень хорошо помогает в своей есть разобраться ну и свою пьесу тоже когда слышишь когда читают тоже начинаешь ее видеть совершенно по-другому поэтому да хочу написать интерактивный тренинг спектакль может есть где-то интерактивный спектакль где можно получить огромное количество в интернет забейте интерактивный спектакль еще есть диалог где реплика многозначная цель раскрыть собеседника через то какой смысл я вот выше я только что об этом довольно подробно рассказывать что я думаю о таких репликах где задача раскрыть собеседника через то как до что он ответит я терпеть не могу такие в интервью внимание теряется да потому что ты знаешь чаще всего что выберет собеседник да и ты собеседника провоцируешь на то чтобы дать такой ответ чей крым вот и все да и и все с тобой понятно в зависимости от того что ты ответишь да вот терпеть не могу такие ответы да понятно что там обществу поляризована да и в зависимости от ответа да ты сразу или тот или или другой и для всех других ты в момент до твоего ответа ты перестаешь существовать просто вот поэтому ну как бы я помню когда окопов когда я учился во в гике окопов пришел мастер-класс читать нам в гитарским сценаристом мне было невероятно интересно и это было невероятно полезно потому что но он мега профессионал он очень хорошо свое дело знает и сделал огромное количество классных проектов и я с огромным интересом слушал да я не совсем был согласен что он говорил да например там он говорил мы можем купить компанию в том случае если она будет работать без своего создателя вот я-то считаю наоборот да что надо создателя перекупать компании не нужно создателя надо перекупить он те 10 компаний создать но это его точка зрения да я ее уважаю я понимаю почему он так считает да вот его подход такой ну в итоге это там привело его туда куда привело да то есть компанию он по сути потерял да и сейчас нет что-то а медиатека только осталось ну как бы его подход оказался неправильным да но в других проектах он оказался правильным и наши в гиковские эти тарковские они просто сидели с такими ощеревшись с такими стоящими загривками да и просто с ненавистью на него смотрели на успешного продюсера который там своим говном все все телевидение засрал да и задавали ему всякие провоцирующие вопросы и он спокойно на них отвечал и на эти вопросы да и там парень один терзал задал вопрос но он отвечал он ведь да все понятно вы ответе я приму этот ответ да ну как зачем спрашиваешь на кто-то такой чтобы ответы принимать вот теряется и смотреть это неприятно когда задают вопрос для того чтобы получить заранее известный ответ так говорят что интересен персонаж который говорит одно думает третье другое делает 3 как показать средстве театра что он думал через действие только через действие никак иначе ну либо через диалог помните что я вам говорил по поводу переноса внутреннего конфликта во внешнем да он может монолог сказать да то есть мы можем внутреннюю речь показать через монолог вот он остался один и монологом он зрителю до обращаясь будучи в диалоге со зрителем да он рассказывает что он думает на самом деле все больше никаких вариантов нет либо через действие по через диалог через реплики так речь о ситуации знакомства есть реплики которые могут быть истолкованными по-разному как человек ответит так ну так лишь я именно об этом же и сказал так то есть когда у нас есть сцена знакомства да то есть задача познакомиться самая первая коммуникативная ситуация да и в этом случае человек что делать человек берет интервью он задает вопрос от и откуда а а где служил о а я знаю этого да вот да вот мы я задал какие-то вопросы до права есть водительские есть ну он все полезает давай швыряй швыряй сумку свою поехали да вот это диалог да то есть если бы он не сказал там я не служил да вот я в зависимости от этого до принимаю какое-то решение не служил права есть нет ну вон иди в кампус да вот это да вполне вполне по понятная понятная ситуация то есть эта ситуация интервью на собеседовании да почему я сказал что собеседование это чаще всего интервью и там чаще всего вопросы такие ритуальные дальше теперь собственно вот когда мы пишем сценарий у нас там очень часто самые большие затруднения возникают на начальном этапе я задал как сделал опрос обращаясь к людям которые хотели бы написать сценарий но ни разу не пытались этого сделать почему вы этого не делать и меня там 90 процентов ответов было что не знаю сценарную запись и вот самое интересное да что действительно для людей это является огромным препятствием без знания сценарной записи при том что по большому счету да есть там kids есть программа kids сценарист кстати создатель kids сценариста он такой большой друг нашей сценарной мастерской вот и даже у него там на на сайте у него есть эти самые картинки есть такой персонаж кот который показывает как пользоваться китом сценаристом и вот этого кота зовут александр и у меня честно говоря не никакой мысли не возникало что это ко мне имеет какое-то отношение но мы дима новиков создатель кита он пришел у нас прошлый раз рассказывал на сценарной конференции историю создание китае вот он сказал что в честь меня назван я был я до слез просто был польщен мне было очень приятно да то есть есть и сценарист который залезаешь и там за три минуты можно разобраться то есть человек десять лет может мечтал написать сценария они не делал этого из-за сценарной записи а там дел на три минуты вот с записью пьесы все гораздо проще то есть там вообще не надо там заморачиваться никакой не курьер new не какие там пять видов текста да там все очень просто и так вот как мы записываем текст пес название файла ваша фамилия и ключевое слово название да например если бы я свою пьесу писал сейчас я бы написал ее ну вот убивай убийцы называется который описал называется молчанов нижнее подчеркивание убийца да если бы гамлет то шекспир нижнее подчеркивание гамлет да то есть ваша фамилия и какое-то ключевое слово название там несколько слов название для чего это делается потому что когда начинающий драматур пишет пьесу или сценарий он естественно называет свою пьесу файл называет пьеса а сценарий называть словом сценарий и потом вот таким образом и отправляет продюсеру или режиссеру заблит в театр да и дальше человек бросает этот файл сценарий в папку где лежит еще 200 файлов с названием сценарий и больше никогда этот файл не найдет то есть просто вот элементарно правильно названный файл сразу же там в два раза повышает вероятность того что этот файл вообще у вас кто-то прочитает дальше что касается шрифта нет никаких ограничений шли у сценария есть ограничение курьер нею 12 кеды пьеса вот каким вам шрифтом удобнее писать таким шрифтом и пишите ареалом хотите писать пишите ареалом если вам прям вот обязательно надо знать да и вы никак не можете определиться берите times new roman 12 кеды пьеса убийца написано шрифтом times new roman 12 кеды больше ста постановок пусть это будет счастливый шрифт дальше перед началом пьесы что должно быть в файле пьесы 1 должна быть ваша фамилия второе должен быть ваш имейл да должна быть какая-то ваша контактная информация чтобы с вами было как-то связаться тоже люди такие смеются типа да чего я же по почте отправляют там же есть обратный имейл ребят один раз переслали ваше письмо все ваш мил потерялся много раз я видел в разных сообществах сценарных как кто-то разыскивал какого-то автора и мне случалось разыскивать одного автора для одного проекта почему потому что у него в файле не было контактной информации разыскал потом в итоге да но это какого-то струда стоило но я очень хотел его разыскать а если бы мне это было так фиолетово дату ну так бы и не встретились перед началом список всех действующих лиц с кратким описанием этих персонажей только то что важно тоже здесь вы решаете насколько подробно должны быть персонажи описаны минимальное описание это имя персонажа и возраст в некоторых то есть если у вас будет у меня персонажи всегда имя и возраст все а может даже и возраст в убийце по он там просто действующие лица оксана дюша папа сека все мама пять персонажей и и больше ничего да если вы хотите там что-то конкретизировать да можете указать возраст если там важно допустим что девушка блондинка напишите что блондинка хотя у меня в тексте убийцы в репликах убийцы да там есть описание оксан прическа каре у девушки да тут то есть вот ну я так и увидел да вот такая девчонка мальчишка такая кожаные куртки с каре сколько было постановок не было ни одной оксаны с каре все бы какие только не были бритые на лысо были с длинными волосами блондинки брюнетки и рыжие с синими волосами ни одной из кары театр условная штука поэтому тут все все может быть все может быть по-разному в некоторых случаях добавляют роль персонажа да допустим иван отец семейства например в пьесах на леонида леонова он дает не только имена персонажей возраст и описание но дает краткое указание поскольку леонов прозаик и он немножко и мыслит как прозаик да он дает раскладку между персонажами то вот это председатель колхоза это его дочь это там еще и так далее так далее но в идеале на самом деле в идеале да если там оксана дочь ивана значит вы должны не вы не в описании персонажей указать это да а вы должны в тексте пьесы должны быть четкие указания сразу же быстро с самого начала должно быть понятно что она его дочь либо через реплики либо через действий каким-то образом ну и дальше незабвенное каледовская слева кто говорит справа кто говорит справа что говорят можно имена персонажей писать большими буквами это допустимо можно писать просто с большой буквы и тоже правил не существует я обычно пишу большими буквами заглавными дальше между первым и вторым между тем кто говорит и что говорят . двоеточие допустимо но в обычной боевой ситуации большинство драматургов ставят точку между именем персонажа и репликой а описание действия всегда после реплик всегда между репликами да то есть описание действий не должно быть встроено в реплику если встроена в реплику да она оформляется как ремарка что такое ремарка ремарка относится к реплике она означает действие она либо вернее относится к реплике до хрипло громко весело в полголоса либо означает действие совершенное одновременно с репликой да там стреляя прыгает целуя да вот это может быть в ремарку перенесено ремарка пишется скобка с маленькой буквы без точки в конце . после скобки то есть иван скобка открывается хрипло хрипло с маленькой буквы скобка закрывается ставится . и идет реплика умри давайте я вам сейчас визуально могли вот так вот мы оформляем ремарку пишем строкой никаких никаких отбивок не должно быть типа реплика вверху как сценарий реплика вверху вернее имя персонажа вверху реплика внизу нет все строчка пишется все вот то что я хотел вам рассказать сегодня о диалоге пишем текст пьесы когда напишите когда закончите напишите в комментах одно слово написал пока не не делаем ничего не не присылаем не отправляем ничего завтра все скажу завтра будем редактировать написал или написала чтобы я мог завтра перед занятием сосчитать сколько у нас сколько участников дошло до конца сколько написала если человек 40 хотя бы напишет будет отличный хороший результат вот домашнее задание и если у вас есть вопросы если все понятно напишите что все понятно если есть вопросы то задайте вопросы вынести в описании поста как оформлять как правильно написать имя файл мне кажется все понятно ну давайте вынесу несложно все кончился там дождь хочу побежать на пробежку но не могу понять ну впрочем когда дождь нас останавливать останавливал то есть если совсем старой черновик сделать то все равно считается а какая какая степень сырости вас устроит вы еще не написали ничего уже оценивайте степень сырости вашего черновиками зачем это делать закончите потом когда редактировать будете тогда и оцените сырой он или 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 не сырой может быть сухой получится как лист сухой все друзья на этом мы сегодня заканчиваем и увидимся завтра да я напоминаю еще я понимаю что у вас сейчас все мысли о пьесе но тем не менее набор на курс пьеса продолжается и о классный вопрос прям потом уже игорь задает игорь сидору задать вопрос если не подает ощущение не покидает ощущение что созданная на стадии подготовки полная фигня если смысл продолжать далее работы есть есть смотрите написанная в что может случиться ну вы напишите плохую пьесу я написал в количестве плохие пьесы я написал там не знаю там половина моих пьес которые я написал они плохие да и вы не знаете плохую вы пьесу написали или хорошую даже когда вы пишете вы не можете оценить и не знаете хорошую пьесу пишите или плохую например и ничто в работе над пьесой да не позволяет вам узнать хорошую пьесу пишите или плохую и только когда вы не закончите вы на нее посмотрите и поймете хорошую или плохую пьесу вы написали меня есть пьеса нападающий которую я год писал и мне прям очень хотелось эта история секты трезвенников у меня на родине вот и видимо слишком сильно я был привязан к к первоисточнику не 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 смог как-то от него отвязаться хорошо я хорошо очень знаю самих этих трезвенников сам в нее вступал в эту секту да они у них молельный дом находится прямо вот рядом с моим домом всем а вот и я написал 10 драфта 10 раз переписывал эту пьесу и в итоге все равно я считаю что она не получилось она была потом еще сценарий написал его тоже никто не стал снимать была на питчинге на кинотавре она выиграла конкурс текстура да то есть там как бы она была каким-то образом отмечена да но тем не менее там ни одной пост по моему ни одной постучитка было театре докта постановки не было я считаю что ну не получилось пьесы такое бывает поэтому узнаешь только тогда когда закончишь вот но еще я считаю что текст это такая нить до которую вы из своей головы тащите и вот когда вы начинаете писать вот только начинаете писать у вас них нить вот это тянется говняная то есть ну все что вы пишете это полное говнище да то есть очень плохо не бывает ни одного автора который бы начал писать и сразу у него получалось хорошая да потом веревочка начинает говно заканчивается начать веревочка тянутся потом железная стальная нить тянется потом начинает серебряная нить тянутся потом золотая потом бриллиантовая а вот и самое главное да что если вы хотите а можно сразу чтобы сразу бриллиантовый нет сначала говняная будет тянутся вот и иногда бывает так что вот у вас там есть что-то в голове то что-то какой-то порядок текстов который будет выходить да он у вас будет из головы выходить в том порядке в каком они там есть да потому что дырочка одна через которую вы его вытягиваете вот и иногда бывает вот чувствую что блин не получается текст плохой текст но надо его дописать для того чтобы вытянуть до конца эту говняную ниточку из головы да и потом если вы достаточно терпеливы смиренные прилежный раз и смотрите а золотая ниточка пошла вот и очень часто бывает так что авторы после хороших пьес крутых пьес пишут плохие пьесы такое тоже бывает но плохая написанная пьеса дает всегда больше автору чем не написано хорошим потому что не написанные нами пьесы они все гениальны вот все мои не написанные пьесы которые я там планирую они все на порядок лучше любой пьесы шекспира потому что они ну воображаемом где-то мире там существует и у каждого так у каждого не написанная пьеса да часто бывает так человек смотрит кино какое-нибудь и пишет в комментах о если бы я написал я бы вы бы все тут курили в 10000 раз лучше бы написал ну конечно твоя не написанная пьеса она естественно лучше чем чем моя написанная вот поэтому да надо надо писать надо продолжать есть указания по объему однако на я пьеса до 2 давайте поставим ограничение до 20 страниц на самом деле меньше я посмотрел сюжет и я думаю что у многих будет от 5 до 10 страниц так если раздел для пьесы в ките сценаристы честно говоря не знаю я знаю что дима у меня спрашивал хотел сделать раздел я не знаю сделал он или нет зайдите да посмотрите он там все время переделывает что-то сейчас новый сервис сделал какой-то я не знаю просто сделал он ее для для пьесы но у меня спрашивал шаблоны всякие структуры образцы пьес где-то года полтора назад не знаю посмотреть но мне кажется что опять же зачем городить вот я вам все сказал да то есть это запомнить ну минута времени это запомнить и все это уже с вами навсегда вы уже всегда умеете до до конца дней своих будете уметь владеть записью пьесы до story архитект да правильно как раз рассказывает проект он запустил и соответственно да а вот михаил как раз пишет что есть в story архитект так что можете можете там воспользоваться она условно условно бесплатно какие то и какая то есть платная часть платно платная подписка там с мобильного телефона и так далее но я считаю что надо ему заплатить денежку если у вас есть это денежка лучше заплатить потому что дима великий подвижник на самом деле то есть то что он сделал для для индустрии для российской для вообще для русскоязычной индустрии потому что и в украине люди в ките работают и в астане люди в ките работают и в киргизии до в кыргызстане все в беларуси да все мои ученики кто из бывших постсоветских республик они все работают в ките кит для нас это стандарт для индустрии в американской сценарий индустрии стандарт final draft у нас никто им практически никто не пользуется все на этом расходимся увидимся завтра в 12 часов на предпоследнем занятии нашего курса сценарий за неделю спасибо и пока пока